Очень распространенное прозвище Гром. В последнее время и Гром Ромео есть на Украине. Боец, выступающий под эгидой W5. И много других Громов знаю. Вот еще добавился Юрий Гром Горбенко. А хоть, Дмитрий, команду Громов организовывает, тем более и Маилов, и Горбенко на Украине проживает. Можно команду Гром назвать. Магомед Маликов, мне кажется, будет стараться все-таки попасть с руки. Ну, в принципе, я не исключаю вероятность того, что Магомеду бороться будет. Все-таки габариты позволяют Магомеду Маликова уверенно себя чувствовать с Юрием в борьбе. Но застаиваться, конечно, Магомеду никак не нужно. Да, в подтверждении ваших слов, как раз Магомед Маликов взял захват. Ну, я Дмитрию хочу заметить, что Юрий Горбенко существенно прибавил за последнее время. Я помню Юрия на кубке телеканала «Боец». Там, конечно, Юрий выглядел хуже, чем выглядит сегодня. Там Горбенко казался чистым ударником. И сейчас уже Юрий стал, ну, похож на универсала. У наверняка проводится работа. Был взят борец. Изучалась борцовская техника. Будем надеяться, что вот такая поступательная работа вверх для Юрия Горбенко будет продолжена. Вот сейчас неудачно. На второй этаж поднимается его оппоненту Магомед Маликов. Бросает. Тот защищается гардом. Сковывает. В борьбе-то Горбенко ничего, наверное, не покажет. Ну, я думаю, что он будет просто вязать и не давать. Ну, защищается вязать. Да, не давать. Конечно, болевого приема в исполнении мы вряд ли увидим. Ну, а Магомед, я думаю, будет отрываться и пытаться произвести атаку руками на земле. Ну, опять же, я скажу, что вот... А, если продолжится рост Горбенко как борца, то выступать, наверное, нужно в другой весовой категории, не в этой. Потому что мы видим сейчас даже не самый крупный тяжеловес Магомед Маликов, прямо скажем, есть и покрупнее люди. Насколько больше и мощнее Юрия Горбенко, кажется? Да. Ну, сейчас, ну, и... Выход за спину. И опять маунт. Здесь Магомед уже имеет хорошую возможность и преимущество в позиции. Не забываем, что это тяжелый вес. И здесь бьют, наверное, даже сильнее, чем молотком. Ну, если тяжеловес, правда, молотком ударит, то уже... Уже нет. Опять пассивная защита, не подбивает тазом. А Магомед хорошо взял маунт и не собирается отдавать позицию. Здесь, по-моему, все. Юрий Горбенко, по-моему, сильный удар пропустил и как-то сразу размяк. Мне кажется, что бой закончится совсем скоро. Просит. Опять маунт. Ну, по-моему, сильно разбито лицо у Горбенко. Нам сейчас не показывают такое ощущение... Ну, Горбенко абсолютно не подбивает тазом. Ну, Юрий, опять же, скажем, по базе свой ударник. И вот в таких позициях, тем более против человека, который, ну, намного его больше, оказываться не привык. Пять килограмм разница между спортсменами. Ну, да, пять килограммов, да и то, я думаю, если вот их оптимально вес брать в расчет, то разница-то побольше будет. Возможно. Выживает Юрий Горбенко. Атакует Магомед Маликов. Ну, сейчас, я думаю, все, сейчас будет остановка. Юрий молодец, держится. Магомед. Смотрите, Юрий встает на ноги. Сколько же Горбенко пропустил, но не собирается Юрий сдаваться. Молодец, рожается. Как приятно, что участник Кубка телеканала, боец, так достойно выглядит сегодня. Время! Закончим первый раунд. Тяжелый был раунд для Юрия Горбенко, но он с доблестью вытерпел все удары. И конец первого раунда закончил стойким. Правого глазом, Михаил, есть у Юрия. Народ болеет за Горбенко, мы слышим. Ну, очень здорово, что спортсмен добавляет от турнира к турниру. Если вы говорили, что на прошлом турнире он вообще практически не владел борцовской техникой. Здесь хотя бы какие-то навыки. Хотя все равно тоже позиция пропущена, очень много он пропустил. Ну, молодец, нашел силы в конце раунда встать и уже... Даже сам выбрался, не рефери, поэтому сам выбрался. Да, молодец. Сильно запыл правый глаз у Горбенко. Ну, Горбенко, боец упорный, будет, конечно, продолжать драться. Скажем, что Магомед Маликов-то устал после первого раунда. Сколько Маликов нанес ударов. Как бы сейчас Магомеда функциональная подготовка не подвела. Так. А почему сейчас... А я думаю, что подскользнулся Юрий Горбенко. Ну, тут надо вправо посмотреть, если боец подскальзывается. Стоит ли... Нет, ну, видите, если мокрый, то правильно рефери... Ну, просто он не должен был начинать поединок и мокрый. Здесь, да, согласен. Скорее так. Потому что можно получить очень серьезную травму, а если в этот момент, когда он споткнулся, еще получает удар, здесь вообще может быть нокаут и постановка будет. Я скажу так, если бы кубок телеканала «Боец» сдавался за волю в победе, я бы этот кубок вручил именно Юрию Горбенко. И снова... Ну, смотрите, опять... Ну, только что же все-таки... Похоже, на каток не был. Протерли, да. Сколько же там... Ну, нужно, наверное, было протереть все-таки, а не давать бойцам биться снова. Да, не совсем в некоторых моментах понятно бывает. Ну, арбитров-то виднее, конечно, чем нам. Попытка удара ногой от Магомеда Маликова, значит, сила есть. Ну, сила есть, но пока мы в этом за последние, наверное, полторы-две минуты видели только попытку удара ногой с разворотом от Магомеда Маликова. Ну, конечно, да, такой раунд, скажем так, странный, неожиданный во многом. Вспомним, что Юрий-то Горбенко 15 минут провел, бился совсем недавно, и как сейчас хорошо выглядит Горбенко, это неожиданно. Приехал сюда Юрий-то Горбенко за буквально там, ну, за два дня узнал о том, что придется биться здесь, можно сказать, спасал турнир. Опять перевод. Ну, перевод, да. Магомед Маликов, конечно, выиграл этот бой у Юрия Горбенко, но... Очень многие слова мне бы хотелось взять назад, касаемо этого бойца, молодец, Юрий. Думаю, что организаторы ему отдельную благодарность скажут. Я вспоминаю, как Маликов провел бой с Алексеем Олейником, фаворитом, как легко Магомед Маликов выиграл этот бой. И вот как сейчас Горбенко собирается сдаваться. Да, тяжеленный бой для Юрия Горбенко. Очень много он пропустил ударов, очень. Не забываем, что это тяжелый вес, и вес спортсменов 100 килограммов. Ну, в 104 Магомед Маликов, как заявлено. Сколько ударов пропустил Юрий Горбенко, но продолжает Юрий стоять. Тяжелый, конечно, для Горбенко бой, и, может быть, самый тяжелый поединок для Юрия, мы сейчас надеядаем в карьере, приходится просто терпеть 10 минут боя. Сколько же до конца-то осталось? Я думаю, уже немного. Да, немного жалко, не видно. Секундомер заканчивается бой. Магомед Маликов и Юрий Горбенко. Так, ну, закончился бой, наверное. Видим, что и Юрий Горбенко, и Магомед Маликов, в принципе, оба находятся не в том состоянии, чтобы бой продолжать. То есть, ну, если даже дадут каким-то чудом дополнительный третий раунд, то в третьем раунде я даже не знаю, как будет проходить. Тяжелейшее, конечно, испытание сегодня выпало на долю всех бойцов, но вот на долю Юрия Горбенко выпало самое тяжелое испытание. 25 минут боя, при том, что последние 10, ну, в общей слове, при том, что последние 10, это... Он очень много пропустил, да, за последние 10 минут ударов. Это страшное испытание для Горбенко. А стоит поаплодировать, поблагодарить Юрия Горбенко. Большой молодец, Юрий, что смог вот так достойно биться и в первом бою, и сейчас с победителем Алексея Ленина. Хотя в первом бою у нас возникли вопросы по поводу судейского решения. Магомед Маликов, да, побеждает. Мы видим, как...